Светлана Образкова Итак, сегодня мы попытаемся выяснить, что же толкнуло женщину поступить именно так, как сложилась судьба малышки, которую новорожденной продала собственная мать. Об этом говорит Украина, об этом не можем молчать мы. Здравствуйте, я Алексей Суханов. Сегодня у нас в студии две старшие дочери Светланы Образковой, Снежана и Яна. Спасибо, что приехали. Вы ведь были тогда совсем подростками. Снежана, сколько вам было? Ну да, мне было 16 лет. Я на вам? Ну почти, ну 15-14, почти 15 лет. Когда вы узнали, вот что вы тогда в тот момент почувствовали? Ну мы сильно, конечно, расплакались. Мы вообще не верили. Папе позвонил друг и сказал, твоя жена там, посмотри новости, включи, там случилась беда. Мы когда увидели маму, потому что мы на то время ее больше года уже не видели. Больше года? То есть она была на заработках в Москве? Да. И она за этот год, когда уехала на заработки, вообще не появлялась дома? Нет, она уехала и все. Поддерживала телефонную связь, высылала нам, как бы сказать, передачки и всего лишь. То есть она, по крайней мере, звонила вам? Вы ведь совсем были девчонками. Кто за вас отвечал, кто вас воспитывал, кто за вами следил? Папа. Папа. Давайте сейчас, друзья, обратим внимание на экран. Святлана Образкова вирішила поехать на заработки до Москвы, аби выплатить кредиты. Вдома вона залишила человека та двох донек. Майже півтора року женка не спілкувалася с родиною. Как говорят, родители не выбирают и все. В Москве Святлана завагитнила. Разом и с подругой женка вирішила продать свою позашлюбную дитину. Оголошения разместила в интернете. За немовля женка запросила 200 тысяч гривень. А ребенок чей? Мой ребенок. Ваш ребенок. А кому вы передавали ребенка? В Зарсине. Простите, а можно задать вопрос? Девочки, скажите, пожалуйста, какие отношения у мамы с папой? Что, они в ссоре были? Они поссорились, она поехала или как? Ну, просто решила позаработать, чтобы оплатить кредиты. Никакой ссоры не было. То есть, получается, что отношения мамы и папы были довольно мирными? Вообще хорошая была. То есть, была любовь такая? Нормальные, дружеские отношения. То есть, никаких ссор, конфликтов между ними вообще не было? Вообще не было. А мама поехала для того, чтобы заработать деньги и отдать кредит? А что это за кредит? Ну, кредиты на работе. Она взяла деньги, не выплачивали на работе людям за молоко отдать. Но она решила сама взять и отдать людям. Я только депутация пользовалась. Подождите, а кем она работала? Ну, молоко собирала и ездила. А сколько это денег было? Сколько она взяла? Я не знаю, ну, пять тысяч, может, первый кредит. Пять тысяч гривен, да? Если вспомнить, папа, по-моему, тогда уволился с работы, да? То есть, фактически, мама уехала в Москву для того, чтобы содержать всю семью? Да, папа на тот момент не работал, когда мама уехала в Россию, да. Девчонки, а до этого она ездила уже работать? Да, она перед этим, когда мы были в первый класс, она тоже ездила. И сколько ее не было? Два года, по-моему, или... Два года не было? Я не помню. А кем она там работала? Продавец. Продавец, да. А кто ей предложил там работу? Знакомый. Знакомый был, к которому она постоянно ездила, да. То есть, подождите, вы говорили... Знакомый был? А что это, подождите, за знакомый? Он грузин, Ашот, или как его... Да, он не знал. Подождите, вот мне очень интересно, все-таки понять, у вас была обида на маму вообще? Нет, мы не обижались на маму. Она звонила нам, она нам деньги высылала, помогала нам, как могла. Внимание на экран. Сначала думала отказаться, потом думаю, блин, ну, буду работать, будет все нормально, все наладится. Потому что у меня даже дома не знают, что я временно была. Я все не могла не решиться просто. А сейчас так вообще. Мы даже ехали сюда, я корового напилась. Я не могла решиться все дорого, блин. От этого звонка, который сказал, что на улице останутся, уже все вынесли из дома, все забрали. А потом пришли уже описывать полностью уже и дом. Все, я даже не знаю, как разорванная. Снежан, вас действительно тогда выставляли из дома? Да, у нас описывали имущество. Осматривали имущество. Осматривали, да. И мы сейчас, если в таком течении не оплатим, все, можем уходить из дома, убираться. Наталья, вы сейчас Светлану услышали и увидели. Вы поверили ей? Я верю, что она переживала. Так а что? Это понятно, житейски. Для меня, скорее, здесь проблема именно в отношениях. И действительно, насколько же они партнерские, если в такой ситуации. Что делал папа? Почему, например, он не шел, не зарабатывал деньги? Почему маме надо было уезжать за 3-9 земель? Или это был способ такой, знаете, как бы сохранить отношения? Но такая дистанция между ними называется эмоциональный развод. Это когда вместе тесно, а вроде скучно. Ну, другой вопрос. Если они действительно в таких партнерских отношениях, и мама поехала на год зарабатывать деньги, то где же деньги? Почему? Ну, а высылала деньги же, Светлана. Ну, высылала. Почему тогда эти деньги не покрывали тот кредит, который был взят? Это тоже непонятно. Ну, слушайте, ну, Николай, ведь действительно сотни тысяч людей едут куда-то в лучшие места, как им кажется, заработать. И часто мечты, их фантазии никак не подтверждаются реальностью. Может быть, и Светлана поехала в Москву заработать кучу денег, а кучи этой не получилось. Алексей, да, но если бы, знаете, вот скажу одно. Если бы мы увидели, что мама себя там где-то на окружной дороге продавала, чтобы покрыть кредит, это одно дело. Тогда могла бы какая-то дискуссия. Но она продавала ребенка. Но поскольку это ребенок, здесь не может быть оправданий. Ребенка могли продать на органы. Она, ну, продала живого человека, своего. Нет, понимаете, не приведи Господь нам оказаться вот в такой ситуации, загнанными в угол. Я нисколько не оправдываю факт продажи ребенка. Просто женщина оказалась в очень сложной ситуации. Ее можно попытаться понять. Мы, конечно, не принимаем факт продажи ребенка, но... Я думаю, что тут, я прошу прощения, может быть, вторая сторона этой медали. Не исключено, что мама ехала туда с другой целью. То есть она завела там роман? Родить и продать там ребенка. Не исключено, что был знакомый, который мог предложить ей такую сделку, поделить деньги совместно. И это быстрый способ заработка денег. Слушай, ну, все, может быть, действительно, гораздо проще. Может быть, мама, если это уже не первая ее поездка была в Москву, просто могла ведь там найти любимого мужчину, к примеру? Вы замечали, что у мамы там, в принципе, могла быть какая-то, если не любовь, то некое увлечение? Нет, вообще даже в подозрениях у меня не было такого. Но так ли на самом деле хороши были отношения в семье, мы узнаем чуть позже, когда здесь, в этой студии, появится муж Светланы и отец Снежаны и Яны. А пока давайте пригласим в студию лучшую подругу Светланы. Может быть, она прояснит причины такого поступка. Пожалуйста, встречайте. Валентина, а вы давно дружите со Светланой? Больше 10 лет. А вы тоже вот тогда об этой истории узнали с... С телевизора. О чем вы тогда подумали? Как это для вас? Это стало для вас шоком? Это был шок для меня. То есть вы никогда... Что вы имеете в виду? Или в тупик загнала. Ну, как вам объяснить? Каждая мать старается для своих детей лучше, правильно? Старается чем-то поддержать. Как-то лучше, допустим, чтобы там кушали или одеть там. А скажите, а что вот с вашей жизнью могло бы произойти, чтобы вы сделали такой поступок? Вот вы оправдываете свою подругу, возможно. Но что в вашей жизни должно произойти? Есть такие, допустим, поступки, которые нельзя объяснить. Я не знаю. Вот понимаете, какая история вот в этом селе? Ведь все стали на защиту Светланы. Да. Почему? А потому что она неплохая мать. Неплохая жена. А вот мне как раз вот и кажется, что вот в этом моменте... Какой она была? Вот вы ее знаете 10 лет. 10 лет ее знаете. Какой она была женой, какой она была матерью. Опишите, пожалуйста. Ну, она была неплохой мамой. Она старалась за своих детей чего-то лучшего. Лучшего хотела. Это парадокс какой-то. Неплохая мать продала своего ребенка. Подождите, подождите. Но дело в том, что мы не знаем, что я заставила, правильно? Слушайте, а вы знаете, что подыскивать покупателя на своего еще не родившегося ребенка она начала уже на седьмом месяце беременности? Вот что должно было довести ее до этого состояния, чтобы женщина, еще даже не родив, уже начала задумываться о том, а кому она это может продать? Я думаю, она бы так бы не сделала. Но только могла бы, ну, как сказать, под влиянием. Ну, понимаете, вот ситуация на самом деле очень удивительная, потому что в селе все поддержали Светлану, но при этом вы осуждаете факт продажи ребенка. Я не именно ее осуждаю. Я осуждаю, допустим, тех людей, которые продают. А она не из таких... Так она же продавала. А скажите, вот вы как женщина, вы знаете, что продажа ребенка это преступление? Вы знаете? Вы думаете, она не знала этого? Подождите, мы даже сейчас, Оксана, мы даже сейчас говорим не об уголовно наказуемых деяниях, мы говорим о морали вопросов. Алексей, ну тут вопрос в чем? Что она, зная, что продавая этого ребенка, она может себя лишить свободы. Алексей, я не могу одну вещь понять. Вот она хорошая мать, она заботилась о детях. Девочки сидят, говорят, что она годами пропадала на заработках. В какой момент она была хорошей матерью? Или для вас фактор хорошей матери – это способность уехать за границу и пересылать деньги? Понимаете? Вот что для вас хорошая мать? Мы не услышали от вас просто. Детей спасала своих. Но она спасала детей, продавая своего же ребенка. Ну, наверное, пожертвовать чем-то одним. То есть вы считаете, что, в принципе, это допустимо – пожертвовать ребенком, продав его, чтобы выплатить кредиты? Нет, это, конечно, не считаю. Можно я отвечу? Да, пожалуйста, Яночка. Вот она не хотела, во-первых, его в детдом отправлять. Она что сказала в интервью одном? Она сказала, что в любом случае я в детдом его не отдам. И вот, а продать потому что, продала она кому? Не левому человеку, ну как не левому человеку, а тому человеку, которому нуждался в детях, который хотел детей. Яночка, ну послушайте, давайте, положа руку на сердце, Оксана, извините, давайте уж положа руку на сердце, мы будем говорить о том, что ваша мама совершенно не была уверена в том, кому она продает ребенка. Потому что этого ребенка, эта семья могла сказаться бездетной, могла сочинить любую историю, а на самом деле этого ребенка могли пустить на те же органы. Алексей, я хочу, я хочу, девчонки, я понимаю, что... Но наш ее не выбросил, а никуда. Я понимаю, что вы маму защищаете и любите ее, но вы понимаете, когда вы приходите в магазин, покупаете колбасу, продавец дальше не знает, что вы с ней делаете. Понимаете, это вопрос купли-продажи. Если человек купил товар или ребенка как товар, он имеет право с ним делать все, что он захочет, и мама бы не знала, что с этим ребенком случилось. Но у нее была возможность, даже если она не хотела там отдавать ребенка, она могла вернуться в Украину, тайком, прийти в дом ребенка и сдать этого ребенка. Отдать. Послушайте, ну другого варианта нет. Другого варианта нет. Хорошо, она бы могла его там в детдом отдать тогда, уж если это тоже не выход отдать в детдом. Но понимаете, самое страшное, что она на самом деле не отдала, не передала его кому-то, она его продала. Даже той бездетной паре, она могла бы, уж если вы хотите делать такую святость вокруг своей мамы, она могла бы им просто отдать. С обязательством того, что раз там в месяц, раз в полгода она будет видеть. Но она его продала. Алексей, скажу по-другому. Она могла в дом ребенка, привезти ребенка, могла тайком его посещать, написав заявление. Но она выбрала самую преступную возможность. Это просто купли-продажи живого человека, своего ребенка. Вот это ужасает. Вот это ужасает. Ивана Ильина. Сам поступок, конечно, очень чудовищный. Но вот я смотрю на девочек, дочерей нашей героини. Очень сидят благополучные девочки. И они с теплотой отзываются о матери. Значит, есть это тепло. Понимаете? На женщину была возложена очень сильная ответственность за семью. То есть муж фактически устранялся от решения таких серьезных проблем. То есть как зарабатывание денег. Ирина, извините, пожалуйста, я должен встать на защиту отца. Потому что, вы говорите, он устранялся от решения важных проблем. Он взял на себя воспитание этих двух девушек. Он работает. Конечно. И он, извините, как вы видите, сделал это. А ведь он мог спиться, мог бросить семью и вообще уйти. Да, но я хочу продолжить свою мысль. Дело в том, что, мне кажется, если бы отец занимался именно решением этих вопросов, то она бы могла бы... Вы хотите сейчас все на отца, я не понимаю, спустить все это, переложить ответственность? Нет, у меня просто... Простите, у меня есть такое холодное, знаете, мужское отношение к ребенку, как вещи, заработать денег. У нас поехало, как мужик, зарабатывать деньги. Да. Любым способом. Почему, слушайте, вы сейчас так говорите, что мужики более холодно относятся к детям? Вы откуда взяли эту чушь вообще? Почему вы мыслите какими-то шаблонами? Ну, это что такое? Согласен. Мы не менее чувственные, чем вы. Запомните это, пожалуйста. Ладно, ладно, хорошо. Вы тоже хорошие отцы, что я ничего не говорю. Я хочу сказать, что очень просто осуждать человека, если взять его, вырвать из контекста, сказать, ай-яй-яй, как же ты так могла поступить? Мы так выходим за нормы нашей морали. Давайте будем говорить о том, что нельзя оценивать ее поступок вне той ситуации, в которой она оказалась. А ситуация какая? Семейная ситуация, понимаете? Эти уезды, приезды, это все-таки взаимоотношения с мужем. И не является ли этот ребенок одну секунду? Такой пощечиной ему, знаете? В том смысле, что он в какой-то момент их отношения стали такими. Это очень жестоко. Если это пощечина, то это очень жестоко. Сейчас, подождите минуточку. Иванна, Иванна. Я хочу сказать, что тут величезная роль в виде грая такие факторы, как социум. У вас у селии, может быть, есть семьи, где жинки выехали заработать деньги за кордон? Или нет таких семей? Есть. Есть семьи, правильно? Люди смотрятся, они не знают выход из ситуации. Они смотрятся на соседа, на родича, как они выходят из этой ситуации. И вот она считала, что нужно, что я буду ездить и заработать деньги. Но для этой женщины я вижу, что просто она улучшила свое личное жизнь. Она все-таки, не забываем, женщина. Сколько стоит ребенок и кто готов продать детей? А также, что ждет ребенка после сделки? Об этом сегодня здесь, в ток-шоу «Говорит Украина». А что произошло дальше с сестрой? Где сейчас сестра? Сестра? Мы ее забрали. Она живет с нами. Она живет с нами. Вы забрали Софийку? Сразу. Сразу же? Да, через два месяца. Подождите, а кто ездил за маленькой Софийкой? Он продал все, собрал деньги. То есть после этого скандала... Да. Вот и папа. Вот он папа. После этого скандала вы поехали, отец продав все, ваш отец продав все, поехал в Москву, чтобы забрать ребенка? Да. Слушайте. Он не у дочери, он все в браке было. Ребенок в браке. Подождите, но это же не его ребенок. Но все равно в браке-то родился он, а значит, это его ребенок считается. Фактически считается его ребенком. Его ребенком. Слушайте, его и долго уговаривали папу? Нет. Нет, это он сам. А нам позвонили и сказали сельсовета, что приходи и пиши заявление от отказа. Она говорит, нет. Нет, мы забираем ребенка, все. Мы даже и не думали отказываться. Как это говорит сестру бросить без сестер, говорит, чтобы она там в детдоме где-то росла? Говорит, нет, такого не будет. Слушайте, много ли есть таких мужчин на свете? Давайте же посмотрим и увидим этого уникального мужчину. Владимир, приходите к вам, пожалуйста. Слушайте, вы едва ли не уникальный мужчина? Это же ведь не ваш ребенок. Я обижаюсь, когда вы так кажете. Извините, я не хотел вас обидеть. Потому что он не генетический, как говорят. Но я вложил душу в эту дитину. И считаю, что она роднее даже за старших. Потому что они уже взрослые, как говорят. А ты же маленькая. Я с двух с половиной месяцев забрал. Алексей, а вот меня интересует. Снежан, а что ты плачешь? Когда мы говорили о маме, ты держалась, все нормально. Вышел папа и ты заплакала. Почему ты заплакала? Особенно, когда он говорил, что мне она роднее младшая. Что с тобой случилось? Не лезьте. Она сейчас в таком положении, что... Не надо, сейчас она очень... Снежана действительно в таком положении, что, наверное, не надо сейчас ее особенно тревожить. Все хорошо. Софийка же вместе. На кого, кстати, похоже-то? На Маре. Мы обязательно, друзья, сегодня увидим эту маленькую Софийку, которая необычайно все-таки повезла в жизни, потому что ей встретились действительно люди, которые ее полюбили и считают искренне своей родной. Володь, вы сразу для себя решили, что этого ребенка вы должны забрать в свою семью? Как только показали по новинам, что задержали в Москве громадянку Украины таку-то при спробе продажи дитини, дети заплакали. Это было страшно смотреться на детей с силами. Так, как нам дальше жить, что так думать, что где-то та мала дитина по детским домам. И мы сразу решили забрать. А что вы думали тогда своей жене? Я не ожидал такого, что такое... Она, насколько она любила детей, она чужих вот так всегда им делилася всем. И с сусидскими, и с друзьями. Не надо было ей ехать. В ней была работа дома. Хорошая работа, высокооплачиваемая. А вы ее отговаривали, Светлану, от поездки в Москву? Да. Что она говорила? Она такой человек, что если она сказала, я поеду, хоть паспорт порвать. Так подождите, может быть, она ехала и не на заработки вовсе? Ну, я бы не хотел это рассказывать. Но есть такая версия? Извините, пожалуйста. Ее звонки туда, и той хозяин, которого она работала. Приезжай, будет тебе работа. Вот и она покусилась и поехала. То есть ее не работа туда влекла, скорее всего. Да. То есть это был результат отношений. Наташа. Знаете, такая, может быть, в паре такая скрытая борьба за власть. Кто решает вопросы? И тогда люди в действительности делают героические поступки. Это все решает их любовь. Потому что в каком-то смысле, получается, она совершила героические поступки. Как мужик сказал, не слабо, я поеду тогда заработаю. А вы сейчас говорите, тоже не слабо. Я забираю этого ребенка, вот как сильно я тебя люблю. Ну, как-то так для меня это выглядит. Я ребенка забирал не из-за того, что это ее ребенок, что это она родила ребенка. Что, просто от стыда забираете? А это я забрал, что это ребенок, родная сестра детей. Потому что они вырастут. Как им пример из-за того, что они будут жить и спрашивать, а где там, в каком городе, в каком доме. То есть вы поступили как любящий отец своих детей. А вы не интересуетесь, кто действительно биологический отец этого ребенка? Я и не пытаюсь это узнать. Мне кажется, что действительно Владимиру это совершенно и не нужно. Потому что он, ну вот он, кстати, герой, по-вашему, Ивановна. Естественно. Да, конечно, герой. Потому что я скажу, зазвучит человеки залишают женок вагитных, відмовляются от своих детей, не признают. А он взял дитину своей женки, но не свою. Уже теперь это его дитина. И это действительно заслуговывает поваги. Но у меня до вас одно вопрос. Скажите, если бы дружина подзвонила вам и сказала, что такая вот история, я вот вагитна, чи могу я повернуться в том, вы приняли ее вагитную от другого человека до дома? Сразу скажу, нет. Я думаю, что это могло, если бы она это знала, это могло быть фактором, почему она захотела позвутися этой дитиной. Я бы здесь не говорил о героизме. Я бы сказал, что он настоящий мужчина и отец своих детей настоящий. Да, потому что здесь вот герой, не герой. Может быть, большим героизмом было бы удержать жену, да, рядом с детьми, с собой. И это тоже был бы поступок. Но здесь вот в такой ситуации, когда жена уехала, сказала, все. Она такая мощная женщина, попробуй ее удержи. То он поступил как настоящий мужчина и отец своих детей. Но она, тем не менее, все-таки, действительно женщина, я еще раз повторяю, действительно женщина, оказавшаяся в непростой ситуации, загнанной в угол, или действительно корыстная преступница. Но корысть однозначно была. Володя, значит, вот то, что говорила Светлана, когда на кадрах оперативного видео... Давайте, кстати, еще раз посмотрим внимание на экран. Сначала думала отказаться. Мы даже ехали сюда, корового напилась. И это не было решиться всю дорогу, блин. От этого звонка, который сказал, что на улице останутся, уже все вынесли из дома, все забрали. А потом пришли уже описывать полностью уже и дом. Все, я даже не знаю, просто как разорванная. Владимир, так что это вот за кредиты? Понимаете, она взяла в банку, в девяти банках кредиты. В девяти? А на что она взяла кредиты? Да, на что были взяты кредиты? На что она брала кредиты? В 2008 году случился кризис. Завод стал задерживать людям выплату. И дошло до того, что по два месяца уже до трех людям не платили деньги эти. Люди стали расходиться одне и до других. Ну и она, чтобы люди не пошли, она стала брать в одном банке, в другом раздавать. Но вы верите ей? Ну... Слезам ее верите? Не до конца. Почему? Почему не до конца? Ну, она, во-первых, сказала, что ее напоили корвалолом. Я видел, был следователь в Москве. Мне показывали видео задержание. И какое она была говорила задержание? Как она седала в машину, как улыбалась. А когда уже вышла из машины и надела наручники, достала, деньги на багажнику раскладала. Тут уже она поняла, что уже влыпла, так сказать. Володь, приблизительно какая сумма, ради чего продавался ребенок? Вот 9 банков, в общем, это было сколько? Ну, это около 100 тысяч гривен. 100 тысяч гривен. То есть она хотела еще и с прибылью продать? Ребенка она продавала 800 тысяч рублей. Ну, 200 тысяч гривен, мы слышали. А она не могла оказаться жертвой аферистов, которые как раз... Я не знаю, могла она оказаться жертвой аферистов. Но я где-то думаю, что она не сама была. Вот ее подельница Наталья Коваленко. Их арестовали. Но это знакомая какая-то, или откуда она взялась? Наверное, она с нею там работала. Она сама с судака. Почему я узнал о ней? Потому что в конце июля Светлана позвонила. Говорю, банки достают, уже надо деньги. Либо возвращайся домой. Какой-то будем уже работать, потроху отдавать. Ну, что ж ты сидишь в Москве, и денег нет. Вона передавала там по 2 тысячи русскими через проводниц, знакомыми. Там по 200-300 долларов. Она бы сказала, сходи в банк, открой счет валютный. Я перешлю деньги. Говорю, сколько, а что, так нельзя? Будет много денег. Мы заканчиваем объект. Перешлю 500 тысяч русскими. Но, скажем, половина этих денег, это Наталья Коваленко. А, то есть Коваленко была в туалеве, это сообщница. Конечно, это сообщница, пособница. Они вдвох работали на стройке. Ну, я сразу не поверил, что это на стройке. Я думал, у меня было такое, такое припущение, что она собирается взять деньги в хозяина, который ей не платил зарплату. А он еще не платил зарплату? Да, я ей сразу сказал, не рискуй, потому что найдуть все равно. Бросайся и приезжай до дома. Ну, она, ничего тут страшного. Ну, вы, понимаете, вы, по сути, сейчас вот несколько минут назад отрезали ей путь к отступлению, сказав, что вы, бывая беременная, ее не приняли. То есть выгнали бы, понимаете? То есть у меня на самом деле... А знаете, о степени любви, как вам сказать? Потому что здесь ревность такая. Я не хочу ее... Слушайте, нет, здесь, подождите. Но здесь, на самом деле, вот Светлану действительно можно пожалеть, потому что, действительно, набрав кредитов, ну, я не знаю, от ума или без ума, но в любом случае, желая хоть что-то внести в семя, она же не прогуляла эти деньги. Ну, согласитесь, можно же по-разному заработать. Этими деньгами семью, потом уехав в Москву, там ей деньги не платили, понимаете? Не платили деньги, она там, в чужой стране, не платит ей деньги. Тут какая-то, значит, женщина говорит, да ты роди и продай за 800 тысяч рублей, тогда это потом по тогдашнему курсу 20 тысяч гривен. Нет, я хочу сказать, что просто выбор заработка, он для меня немного странный, потому что он как бы двоякий. Тут и денег можно заработать, решить финансовую ситуацию, и мужа все-таки уколоть, потому что, согласитесь, заработать просто денег, но можно по-разному. Да нет, и термо попасть не исключено, понимаете? Но никто не рассчитывал, что и термо попасть. Подождите, когда человек идет на преступление, он уже предполагает, что он может быть наказан. То есть она, когда шла на вот этот поступок, она должна была осознать о том, что семья лишиться может. А может быть, она и не думала об этом, кстати. Я думаю, она не осознавала. Многие преступники, они не осознают. А знаете что? Они верят в то, что все пройдет нормально. А для того, чтобы верить, надо иметь вот подругу рядом, которая будет внушать и рассказывать, что все будет отлично, мы все продадим, вот все будет, деньги поделим, все будет прекрасно. Но я думаю, что вот подруга, скорее всего, и была решающим фактором вот такого поступка. Но в итоге подруге дали два года, а Светлане четыре с половиной. Ну потому что Светлана мать ребенка, а подруга подельница ее. Слушайте, когда вы ездили в Москву, вам со Светланой удалось встретиться? Да. И как вот она отреагировала, когда вас увидела? Ну она не ожидала меня там побачить. Заплакала, конечно. А прощение просила? Что она вам сказала? Я не помню. Действительно, тогда именно прощение она действительно просила. Слезы тогда, она плакала, я плакал. Но у вас сложилось впечатление, что действительно она раскаялась? Ну почти да. Почти? Я после этого всего, я ее год поддерживал. Я не отказался даже после того, что случилось. Потому что я, у меня была такая мышца. Человек попал в такую яму, он должен исправиться. Он раскается. Год писали письма. Потом она ей удалось позвонить. Что она вам сказала? Ну я ей задал вопрос. Ну ты раскаешься в этом? Что совершила? Она сказала, а никакой не было купли, ну продажи. Я везла ребенка на удочерение. Ну я говорю, ну какое удочерение? То есть вы считаете, что она не раскаялась совершенно? Да, стопроцентно. Я считаю, что она не раскаялась. Девчонки, отец считает, что мама ваша не раскаялась. Вот он убежден в этом. А вы? Я думаю, что да. Что да? Что она раскаялась. Раскаялась. Я думаю, что женщина, которая пережила настоящее материнство, она родила, она воспитывала как сознательная женщина детей, она их любила, то она бы не смогла так вот сценично просто взять и продать ребенка. То есть понятно, что она себя оправдывала. И просто у нее опустились руки, не было больше сил бороться. Можно еще понять женщину, которая родила и в роддоме отказалась от ребенка. Все, я это не беру, все. Но она родила 10 числа, 10 августа. 17-го она понесла продавать. 7 дней она его кормила грудью, купала. Имя даже она не дала, не назвала. Как это можно назвать? Слушайте, а когда она узнала о том, что вы все-таки собираетесь взять ребенка, вот как она отреагировала на это? Вы же и сказали об этом? Ну, когда я был на допросе следователя, вызывал, как свидетель. Вот уже ее привели. И, скажу, мы же решили с детьми, что мы забираем дитину до дома. Ну, она заплакала. Ну, улыбка на глазах была. Что она вам после этого сказала? Ну, практически ничего. Нет, она сказала, что правда, какая я счастливая, спасибо тебе. Да, да, она все сказала, да. Когда просто мы все плакали. И она плакала, и я плакал. Как-то мне сейчас показалось, вы чуть-чуть прикрикнули даже на папу, нет? Ну, просто мне кажется, он сейчас очень сильно фальшивит. Фальшивит? Почему? Сейчас очень, понимаете, сейчас меня так типает почему-то. Он сейчас все прекрасно помнит. Нет, подождите, забывает и фальшивит, это разные вещи. Ян, подождите, Ян. А может, просто папа вам эту версию сказал, чтобы вас успокоить? Какую версию? Ну, о том, что мама такое сказала. Я видела видео разговора ихнего. А, папа записывал? Да, нет, это снимала съемная группа, ихнего свидания в кабинете, когда он приехал. Все четко видно было, движения, жесты. Она сразу кинулась ему в объятия, ее назад. На колени она впала. Он просил, да, он просил снять наручники, все, она же как бы сказала, ничего не сделает. Все, они сняли, она его за руки взяла, они оба плакали. Она раскаивалась, она прощение просила, руки ему целовала. Ян, а почему тогда папа сейчас эти вещи опускает? Потому что он обижен на нее. Слушайте, какая интересная... Он очень сильно, понимаете? Это просто прямо очень необъяснимая, по крайней мере, для меня ситуация, когда действительно женщина, пытавшаяся продать ребенка, поддержана в селе, ее поддерживают дочери, а отец, который этих дочерей воспитывал и воспитал, они чуть-чуть даже немножко так задираются на него, потому что они защищают сейчас свою маму, которая продала своего ребенка. Хорошо, но, девчонки, как вы считаете, имеет право папа обижаться на нее за это? Конечно, имеет. То есть вы не осуждаете его за это? Да, это право у каждого человека, да. Я же не заставляю их вместе жить, там, любить, ради нашей жизни. Люся, кстати, вот вопрос. А вы назад ее готовы принять в семью? Не, однозначно не. А дочки? Мы, да. Владимир, скажите, пожалуйста, вы говорите, что перестали общаться, поддерживать контакт с женой, так? Вы сейчас не общаетесь? Нет. Почему? Я развився с ней. А, вы в разводе теперь же? Оформил развод. Ага. Просто я год поддерживал ее, потом понял, что лучше обрубить все. Девчонки, а вы с мамой общаетесь? Да. Она нам каждую субботу. Да, каждый четверг, допустим, каждую субботу, каждую неделю она звонит. Слушайте, она ведь вам письма пишет. Вот одно из писем, да, у вас сейчас? Да. Покажите его, пожалуйста. Это она сама так оформляет письма? Да, мама рисует. Мама рисует очень красиво. Как часто вы получаете письма? Часто. Часто. Слушайте, Владимир, а вас не обижают, что вот теперь они общаются с мамой, а вы вроде как вообще за околицей там, где так оказались? Ну, это их право. Ну, вам не обидно вообще? Нет. Вы не рассматриваете это как даже предательство такое с их стороны? Ведь вы же душу в них вложили. Ну, если он мати до них, может, якесь раскаяние до детей хотя бы, понимаете? Наташа. Мне кажется, что у этой пары взрослые проблема отношений. Чувства у вас совершенно очевидно есть. Другое дело, что вы не знаете, как их выражать. И кроме этого, вы детей прямо втягиваете в решение своих отношений с женой. Потому что вы сообщаете своей супруге через девочек, как сильно вы ее любите. Иначе бы вы бросили, поверьте, очень много мужчин, которые, разочаровавшись в женщинах, ну, просто уходят. Но Владимир утверждает, что никакой любви уже нет. Я верю Владимиру. Я думаю, что... Верите? Я верю Владимиру. Почему именно? Я верю тому, что он для себя уже отрезал. Он не получил самый основной сигнал для себя. Это ее раскаяние. Но не бежать ребенка, а перед ним... Одну секунду. Так правильно. Раз он видит, что она не может раскаяться за свой поступок, он это применяет и к себе, значит, она никогда не раскается за то, что он был один, за то, что она себя так вела, за то, что она его оставляла и оставляла их детей. Все. Она просто думает, что вот забрал ребенка, он ее простил. Понимаете? А мне знаете, что-то вот сейчас кажется, вот я смотрю на эту ситуацию сейчас уже со стороны, и смотрю на наших героев, мне кажется, что Светлана, совершив, действительно, как правильно Оксана сказала, уголовное преступление, теперь вроде как она, по сути, осталась в семье. Вне семьи остался Владимир. Понимаете? Она приедет и заберет эту Софью. Вот оно женское коварство на самом деле. Если вы ее не лишите родительских прав. Нет, это на самом деле, понимаете? То есть дочка, вот здесь Яна, да, замечательная, в которую, еще раз повторяю, которую Владимир воспитал, она так встрепенулась и так, он фальшивит, она прикрикивает так на папу, защищая маму. То есть мама методически оттесняет папу даже письмами вот и отдаляет. Согласны с этим, Ирина? Нет? Почему? Это похоже, очень похоже. А почему, Ирина, вы не согласны с этим? Вы не знаете, какие отношения в семье? Какие? Расскажите нам. Я не хочу рассказывать, какие отношения в семье между нами, с отцом. Ян, вы хотите сказать, что отец до сих пор любит маму? Нет. Вот если я так говорю, значит, у меня есть основания. Это я не хочу объяснять. Так говорите, да? Ну, что он фальшивый. Ну, отец любит вас? Ну, да. Я напомнишь, как мама приехала в 2003 году, что она сказала? Я маленькая была. Откуда я могу узнать? Она сказала, я забираю детей, еду в Россию. Я сказал нет. Теперь я боюсь за маленькую Софию, что она... Вас-то вы уже совершеннолетние. Но сейчас она приедет, заберет и повезет. Поэтому я подал в суд на лишение ее родительских прав. И суд лишил ее родительских прав. А не получается так, что дети в вашей паре, как мостик, по которому вы друг к другу бегаете. И этот мостик, если убрать, у вас вроде как и нет причин, почему вы должны продолжать оставаться вместе. Потому что вы детей, как одеяло, перетягиваете, боретесь за детей. А на самом деле они скрепляют вашу пару. Я просто не хочу, чтобы Светлана приехала и забрала Софию и где-то увезла в Россию. Если она приедет, найдет работу, будет работать, жилье. Захочет она помогать в воспитании Софии? Пожалуйста. А как, Володь? Вот как? Вот она приехала в ваш дом. Не в наш. Можно найти жилье. Смотрите, вот ваши отношения сегодня и лишение родительских прав, оно больше выглядит как месть. Вот то, что вы ей мстите. Но... Это не месть, это обезопасить ребенка. Не, но для человека это предательство было. Предательство было для человека. Это было предательство, но все равно это месть. Можно было не лишать юридических прав. Но вопрос в другом. Она взрослых уже не сможет забрать, но маленькую вы отрезали уже от нее. Но говорите, что приезжай, пожалуйста, и помогай воспитывать. Как? Вот она приехала к вам в дом, вошла сегодня и говорит, вот я приехала. Я хочу воспитывать ребенка. Что дальше? Будет она помогать ей, заниматься ей воспитанием. То есть вы вместе будете жить? Не вместе. Слушайте, а что мы вообще здесь говорим? Извините, пожалуйста. Эта женщина... Владимир, извините, пожалуйста. Эта женщина в Москве продавала ребенка за 800 тысяч рублей. Этот мужчина его усыновил, удочерил эту девочку. Он имеет на нее все права. И он имеет право вообще ее не подпускать. Потому что она ее продала. Вы понимаете? Мы не об этом. Что значит приезжай? Это вообще его право не пускать ее. Подождите. Правильно, я согласна. Мы не об этом. А я об этом. А как вот вы считаете? А надо ли ее пускать? Нельзя. Потому что он имеет на нее все права. Он ее принял как разную. Это его решение. Потому что эта малюска не могла ничего за себя сейчас решить. Мы его чуть не продали там в Москве. Поэтому я его и спрашиваю. Он не против. И она приедет домой. А мне важно... Зачем? Они в разводе. Они в разводе. Все, гуляй к этому. Как его? Кашоту в Москву. Туда. Хорошо. Но не забывайте, что она остается, первое, биологической мамой. Второе, есть две дочки, которые сегодня готовы ее принять в этом доме. Слушайте, неужели вы не понимаете, что мужика выдавливают из семьи? Это же очевидно просто. Даже здесь, в этой студии. Он защищается как может. Он сначала в них вложил душу, теперь в эту маленькую кроху вкладывает. И вы хотите, чтобы его на старости лет вообще выпнули, что ли? Алексей. Послушайте, вы говорите правильные вещи. Но мы моделируем ситуацию и говорим, сегодня она может прийти в дом и сказать, я пришла. На каком основании они в разводе? А дом совместная собственность? Нет. А чья? Дом принадлежит моей матери. Хорошо. Не совместная собственность? Так, Оксана, может прийти? Нет, подождите, Николай. Николай, извините, извините. Может прийти в собственность? Естественно, если это не его собственность, но если она там прописана, прописка сохранилась и проживала, то она может войти. Теперь юридически... Пока есть, но... Да, теперь юридически надо ее выписывать. Так, пять лет не проживает. Дальше что? Юридически нет. Теперь юридически ее надо будет выписывать. Ваши дочки проживают с вами? Да. Вот они могут сказать, мама, заходи, вот ложись и спи здесь. Вот и все. И я думаю, так оно не будет. Ну тогда придется мне уходить. Ну погодите, но вы должны понять, что ваша жена уехала для того, чтобы заработать деньги, чтобы погасить кредиты ваши все, совместный ваш долг. То есть она пошла на крайность, которая у нас еще не укладывается. Так подождите, так почему же она деньги не зарабатывала, а торговала детьми там? Почему? Ехала, зарабатывай деньги, зарабатывай. Чего ребенком торгуешь? Вопрос не в заработках. Ну так Наташ, ну рода моя, ну как так можно вообще? Ну как так можно? Удивительное дело. Согласен, но давайте спросим все-таки дочерей. Вот ситуация. Вот отец не хочет жить с матерью, не хочет ее видеть. Он хочет воспитывать вашу младшую сестру. Как вы относитесь к этому? Завтра приходит мама. Ну как бы я, Заша, чтобы она осталась. С вами? Ну да. Но папа говорит, что он уйдет. Значит будем компромиссы. Какой для вас компромисс? А какой компромисс, Ян, может быть сейчас? Снежан, какой компромисс? Девчонки, ну ведь вы думали, наверное, над этим? Ну да. Если уже категорически все так плохо будет, хотя я сомневаюсь, конечно, но значит она будет жить отдельно и навещать ребенка. То есть вы чью все-таки сторону сейчас выберете? Мамину или папину? Я не... Чью сторону? Отец есть отец. Мать есть мать. Она как она для меня мать, как она для меня чью-то сторону. Это понятно, мы это понимаем. Но такая ситуация сложилась, что отец категорично не хочет с ней общаться и видеться. Пока она не попросила прощения, насколько она не общается. И хочет быть с вами, он вас любит. Мама тоже хочет к вам вернуться. И вам придется выбирать. Вам придется выбирать. Давайте сейчас вот родная ваша сестра здесь у нас, Ольга, да? Ольга, вообще, а вот как вы вообще в семье эту всю историю рассматриваете? Понимаете, началось все с уголовного преступления, а сейчас заканчивается едва ли вообще не семейной драмой и даже трагедией. Ну, моего мнения там никто не спрашивает. Это они решатимут, что. Скажите, а вот когда Софийку Владимир удочерял, вы поддержали? Да. То есть вы даже не отговаривали ее? Нет. Почему? Это было решение девчат. Они решили, что сестричку забирать. Он поехал, забрал. Я чем могла, помогала. И тупать ходила. Ну, все помогала, что могла. Ага. Как вы думаете, если сейчас Светлана вернется, придет в этот дом и могут начаться жуткие конфликты? Я думаю, конфликтов там не будет. У ней еще Светлана тоже мать жива, сама жива. Она может пойти свободно туда жить. А вот, кстати, вот, кстати, о маме Светланы. Потому что, насколько я понимаю, насколько мы теперь уже знаем, родные Владимира и дочки поддержали решение отца удочерить Софийку. А вот мама Светланы выступила совершенно против этого. Внимание на экран. Я не хочу ее узнать, продавала или не продавала. Его никто не заставлял, чтобы он брал эту дитину. Она ему сказала, поехали. А он написал, герой, чем же он герой. Чего же он женщину не взял. Почему ваша теща так настроена против вас? Старую женщину можно понять. 74 года. Обрушилась такая. Дитина в тюрьме, ее дочка. Слушайте, но ведь Софийку, насколько я знаю, ваша теща называет позором семьи. Ну, когда это все случилось, узнал по новостям, показал. Я поехал уже до нее успокоить, чтобы не люди сказали, а я. Зайшел до нее в дом. Скажу, так и так, Светлану арестовали при спробе продажи дитини. Она, дословно скажу, какой позор. Кажу, ну мы решили забрать дитину до дома и воспитывать. Она сказала, на что оно вам нужно? Гайно там. Слушайте, а девчонки, а как к вам бабушка относится, кстати? Вот я для своих внуков такой бабушкой бы не была. Не пожелала. То есть она за вами не присматривала, вы к ней на каникулы не ездили. Это было при маме. А когда мама уехала, понимаете, у нее такие, как сказать, такой, как бы сказать, вредный человек она по жизни. И ничего не докажешь. Ян, а скажите, а вот в доме папа и мама хозяин кто? Мама была? Мама командовала? Более, как бы сказать, боялась я маму. То есть лидером себе была мама. Это говорит Украина. Друзья, сегодня мы узнаем, почем родители готовы продать своих детей, что толкает их на это решение. И также вы узнаете, как сложилась судьба девочки, от которой родная мать отказалась тогда, когда она была совсем еще крохой. Все это сегодня в ток-шоу «Говорит Украинка». Итак, друзья, Владимир удочерил маленькую Софийку, привез ее из Москвы в Луганск. Но давайте же посмотрим сейчас, как живется малышке в доме Владимира. Внимание на экран. Первым словом Софии была папа. О маме девочка слышала только со слов старших сестер. А я папу звать? Боба. Петрович? Да, Петрович. А маму я вам звать? Петрович. Света? Света. А где мама? Далеко. Она скоро проедет, да? Да. Итак, маленькая Софийка знает о маме только по вашим рассказам. А что, кстати, вот вы ей такого рассказываете? Ну, что, что у нее есть мама, она далеко. Она скоро приедет. Она ее очень сильно любит. Она с ней по телефону разговаривает. И мама, и когда ты приедешь, и все в этом роде. А, то есть она с мамой разговаривает по телефону? Да, она с мамой по телефону разговаривает, все спокойно. А вы не против этого, кстати? Нет. То есть, когда Светлана выйдет из тюрьмы, вы все-таки Софийку познакомите с мамой? Да. Ну, это буду дивиться я уже на ее поведенку, как она будет ставиться. Не возьмем она в первый день и не втечет с этой дитиной. Действительно, она покажет свою любовь к этой дитине. Володя, а вам службы говорили, что ей нужно разрешение суда на встречу с ребенком? Да. О том, как нелегко пришлось все-таки Владимиру, знает глава сельсовета Сергей Панченко. Встречайте, пожалуйста. Прошу вас. Итак, вообще, Сергей, конечно, ситуация крайне запутанная. Как вы думаете, почему село так поддержало Светлану? Ну, потому что она на то время работала сборщиком молока. Где-то ездит молоковоз по селу утром и собирает молоко. И расплачивается деньгами. На то время был кризис. За два или за три месяца даже задержали. И поэтому сборщики молока говорят, ну мы тебе молоко давать не будем, нам деньги нужны. Единственный способ зарплаты на селе. Она, чтобы их удержать, давала свои деньги. Брала кредит в банке и давала свои деньги. Поэтому они ее уважают. То есть молокозавод не выполнял свои условия, а ей пришлось брать, наверное, потребительские кредиты под высокие проценты, да? Да. Значит, скажите мне, пожалуйста, как село на самом деле помогло, когда Владимир принял решение удочерить Софейку? Денег, я так понимаю, ведь у вас совсем тогда не было. Ноль. Каким образом поддержали? Ну, люди собирали деньги, помогали. Ну, как все соседи помогают друг другу. Так и там. Кто делом, кто словом. Вот тоже самое интересное, что они не влазили в семью и не советовали, что тебе делать. Забирать ребенка, не забирать. Они просто помогали. А мы сейчас стараемся влезть и посоветовать, что ему делать. Не, не, подождите. Вот Владимир говорил, что ему пришлось, и девочки сказали, все продать, чтобы поехать забрать ребенка. Что это означало? То есть дом пришлось, что вам пришлось продать? Я земельный пай взял за год плату арендную деньгами и поехал. А село вам помогло? Привозав деньги, вот именно Сергей Александрович, сказал, вот мы, работники сельсовета, собрали деньги, вот то бина на первое время все это. Это говорит Украина, друзья. Я сейчас, знаете, кого хочу пригласить в студию? Человека, который абсолютно уверен в том, ну, по крайней мере, он пока абсолютно уверен в том, что все мамы и папы добрые. Встречайте, пожалуйста, Софий. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Привет! Привет! Куда ты, к папке пойдешь? Ну, иди к папке. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Выпрыгнула и пропищала буквально, как я тебя люблю, пропищала буквально. Ну, кто вот это? Это вот кто? Папа. Папа? Хороший папа у тебя? Какой у тебя папа, Софий? Петрович. Петрович. Ну, давай вот в этот микрофон там уж говори. Какой у тебя папа? У меня папа. Добрый? И очень. И я, у меня папа добрый. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Софийка, Софийка, вот там вот это вот кто сидит? Яна. Это Яна, а это? Сидит, Снежка-то, Снежка моя. Сестричка твоя? А что, они хорошие у тебя, Сестрички-то? АПЛОДИСМЕНТЫ Яна. Да, Яна, Снежана. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Софийка, слушай, а с мамой-то ты часто разговариваешь? Да. Как часто? Я сама разговариваю. Сама разговариваешь с ней? Да. Чего ты маме, ты говоришь, что она у тебя спрашивает? С мои друзья. А что я их люблю? АПЛОДИСМЕНТЫ Слышишь, Ле? Спасибо. Слышишь, Ле? АПЛОДИСМЕНТЫ Мышонок, о чем ты с мамой-то разговариваешь? Что она у тебя спрашивает? Я их люблю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо! Спасибо! А сколько тебе лет-то? Два рокинга. Три года? Да. Или больше? Больше. Больше. Четыре, наверное. Три с половиной. Три с половиной. Да, я. Ну, держи. Я сама. Можем. Ты, 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 пателонок. Нравится тебе с микрофоном-то сидеть, да? Да. Не смущаешься людей-то? Зрители-то не смущаешься? Нет. Не, не стесняешься? Ты девочка-то не стеснительная чувствуется. Так, давай мне сюда. Или ладно, посиди, только не говори в него. Ладно? Вот так вот его подержи просто и все. Ну вот. Слушайте, ну вот вышло это маленькое создание, исключительно счастливое, как мне показалось, да? Да, счастливая девочка, абсолютно довольная. Слава богу, что у нее все так сложилось. Что поражает, очень часто в таких ситуациях страдает ребенок, потому что начинаются манипуляции, да? Вот хорошо, что Володя такой отец, который ничего не сделал плохого для ее психики. Он ничего плохого о маме не сказал. То есть он на самом деле достойен уважения, потому что у ребенка мама это самое светлое, самое хорошее. И, ну, большая благодарность, Володь, что вы в этой ситуации именно так поступили. Я думаю, что все-таки после выхода мамы там сложатся отношения, и у мамы с ребенком сложатся, и Володя переступит через это и позволит маме общаться и воспитывать дочек. А вот эту вот историю, как вы считаете, вообще историю с продажей, надо Софейке, когда она подрастет, рассказать? Или это должно быть тайной? Нет, конечно. Я считаю, что дети, для детей и родителей должно быть самое лучшее в жизни, что есть. Надо воспитывать у них уважение, любовь. Это самое светлое, как и дети для них. Вы знаете, Алексей, с одной стороны, да, но с другой стороны, учитывая, что они живут в деревне, и учитывая, что эта история, она... Ну, какая она, вы посмотрите? Она поддала сгласности, найдутся добрые люди, в кавычках, которые когда-то ей могут об этом сказать. Конечно же, с ребенком об этом нужно говорить. Говорить каким образом? Чтобы обезопасить ее потом от серьезной травмы, нужно что-то, да, ну, как придумать? Рассказать хотя бы часть правды, что маме пришлось уехать, что у мамы были серьезные проблемы. В зависимости от возраста вам нужно посоветоваться с психологом, как ребенку донести эту информацию, чтобы в 15 лет... Ну, вот психолог у нас есть, давайте, вот, как еще раз все-таки, Наташа, извините, Николай, как рассказать или... как рассказать все Софейке? Я хочу сказать, что говорить нужно обязательно для Софейки. Образ и мамы, и папы, и ее истории должен быть положительный, поэтому вы можете выдумывать. Другое дело, что вы здесь не один дирижер, вас будет двое, поэтому, конечно, прямо сейчас решать, что рассказывать. Давайте уж дождемся, пусть выйдет мама, и так вам стоит договориться. Володя, и боже вас упаси, потому что бывают такие ситуации, когда вы будете, допустим, с женой очень сильно в ссоре, выпалить ребенку в любом возрасте, что, а ты знаешь, вот, что она... Ни в коем случае... Не используйте ее для выяснения отношения. Ситуации между взрослыми не были, и какой накал бы ни был, потому что это обернется и против вас, папа. Наташа. Я хочу сказать, что для вас с женой, что Софейка в действительности, история может по-разному повернуться, и вы можете, как говорится, использовать Софейку, вернее, этот шанс для ваших отношений и улучшить ваши отношения наконец-то, знаете? Потому что много лет вы вместе прожили, они были разными, и можно, наконец, набраться мудрости и с помощью Софейки улучшить свои отношения. Можно их и ухудшить, безусловно, и можно и ухудшить жизнь Софейки, то есть вариантов очень много, все в ваших руках. Вот так происходит. Иванна. Я бы хотела сказать однозначно, если будет покаяние у этой женщины, ее нужно простить. Не нужно на одном поступке ставить хрест. Хрест в отношениях, хрест на материнстве, хрест в отношениях ее с детьми. Я верю, что у вас получится снова стать доброю, нормальною, люблячей семьей и родителями для Софейки и для двух старших дочек. Ирина. Да, я думаю, что главное не настраивать детей против матери. Просто есть факт, есть такой факт, и они должны сами выбирать. Она будущая артистка. Иди сюда ко мне, иди, Лапусь. Иди сюда. Вот знаете, что я могу сказать только одно? Ой, смотри, у меня тут чего. Да, представляешь? Ясно только одно, что этот ребенок действительно воспитывался в любви. В любви воспитывался. Соня, ну не жадь. И все равно я настаиваю, что этот ребенок воспитывался в семье. В любви папиной, в любви сестренок, потому что только счастливый ребенок вот может так себя беззаботно вести, улыбаться всей студии, махать ручкой, выходить, а не плакать и не сидеть за битым. И честно всего, честно хочется прежде всего того, что когда мама вернется к Софейке, чтобы все в их семье, конечно, наладилось. И нашли просто общий язык. Потому что главнее всего любовь. Или как там пелось? Главнее всего погода в доме. Вот об этом говорит Украина, об этом не могли молчать сегодня мы. Пока. Спасибо огромное.